всем привет вы на канале криптокоммерс и давайте разбираться что только что произошло я вообще был занят другими делами и особо не следил за рынком но начал получать просто столько сообщений в телеграме и везде что все все пропало там кого ликвиднуло у кого стопы снесло кто там говорит что все тузы дно уже конец бычьего рынка ну и давайте разберемся вместе что происходит смотрите для этого погнали на четырехчасовик и посмотрим у нас тут была с вами свеча дневная свеча на 10 тысяч долларов даже на 11 или почти на 20 процентов это собственно то о чем я вам говорил где-то месяц назад помню или два что готовьтесь к волатильности x10 потому что все вот те предыдущие дневные свечки в 1000 долларов которые нам казались огромными еще осенью сейчас это уже не что это как предыдущие свечки в 100 долларов да потому что все циклично и мы с вами уже вышли в территорию где если посмотреть по индикатору бим бэнс то у нас вот расширяющийся коридор куда-то до 100 или больше чем 100 тысяч долларов то есть грубо говоря у нас весь предыдущий price action становится просто такой вот прямой линии флэтом и соответственно вот у нас теперь плюс минус 10 тысяч долларов это как бы норм за день там за четыре часа это как раньше было плюс минус 1000 долларов с этим разобрались да теперь вернувшись на четырехчасовик даже давайте лучше на часовик чтобы было понятней смотрите у нас тут был очень резкий прострел теперь его откупили и вопрос конечно же в том что будет дальше ну тут можно только гадать что будет в краткосроке но мне видится что знаете какой сценарий вероятность смотрите мы сетка и мой риббон развернулась в медвежью сторону мы возвращаемся на ее ретест сейчас если мы от нее отвергнемся вполне вероятно мы уйдем в еще большую затяжную коррекцию мне на самом деле видится что это вполне возможно сейчас но тем не менее если мы ее пробьем и удержимся выше то возможно это был все файкаут и мы летим дальше как вот здесь мы под нее падали но возвращались вот но такие гадания как бы ну я могу вам погадать еще что я думаю в целом если эта коррекция будет более затяжная то будет вот так как я говорил по-моему позавчера что ли не помню я говорил вам что может быть вот такая коррекция здесь все купят сейчас лонганут потом пойдем дальше их сквизить уйдем за этот лоу здесь все снова купят и потом мы уйдем еще сильнее и только после этого где-то коррекция уже будет заканчиваться это классическая модель чтобы всех сквизануть кто в лонгах то есть здесь брал кто вот здесь брал сходить за их стопами с ликвидациями и потом только пойти наверх потому что реально люди же будут покупать и здесь и здесь они уже сейчас все покупают это вполне себе нормальная такая здоровая модель для bitcoin тем более если отдалиться на дневке обратно то это вообще выглядит вполне себе вот мы просто сходим на ретест сетки как много раз уже ходили вот здесь вот здесь и потом полетим наверх то есть в принципе мы можем даже еще жестче упасть если уж совсем а-ля корона дам 20 нам могут вот здесь дать лонгануть и еще ниже нас свозить куда-нибудь сюда куда-нибудь даже на 20 тысяч если это все такое больший пузырь принципе мы можем сходить и только потом полететь наверх но почему потом полететь наверх давайте посмотрим на blx и поймем что ну рано еще для конца бычьего рынка потому что смотрите вот у нас с вами наш blx и квит индекс биткойна и вот у нас логарифм индикатор бим бэнс и сток-то флоу который мы все время с вами смотрим по этой модели мы сейчас находимся где-то на середине цикла ну то есть может быть уже чуть выше середины цикла но тем не менее по этой модели мы с вами должны что-то такое увидеть дойти до верхней границы коридора и до туда куда рисуют нам сток-то флоу вот эта белая линия и только потом уйти в медвежий рынок как это собственно всегда было уже вот здесь как это было вот здесь то есть локальный хай этого цикла должен быть на вершине этого канала но конечно же все может быть и по другому в этот раз давайте просто представим что может быть вот так что все что это конец бычьего рынка и всех обманули или что это будет еще круче что это будет как вот здесь двойная вершина в бычьем рынке сначала вот здесь потом короткий медвежий рынок и причем сильный на 60 или на 70 процентов мы здесь падали на 69 процентов примерно мы тут падали то есть возможно что это будет либо такой вариант как здесь с какой-нибудь прострел потом очень сильная коррекция и потом только еще следующий большой пик возможно так возможно вообще как-нибудь по-другому но опять же придерживаясь модели холдингов и сток-то флоу все-таки у нас должен быть следующий пик где-то здесь может быть даже выше как мы туда дойдем я не знаю но как-то я думаю дойдем все таки поэтому тут час спекулировать на эту тему даже не знаю как бы в краткосроке да может быть сейчас шорт уместней но в долгосроке я не думаю что это прям конец обычно конец бычьего рынка сопровождается большим всплеском объемов как вот здесь вот здесь и большими свечками ну с конкретно уже экспоненциальной такой свечкой вертикальной поэтому не знаю думаю что это все еще просто вы нас лонгистов но на самом деле очень интересную вещь заметил алисиор астане наш любимый я все видео сейчас вам не буду переводить но кусочки из него покажу вот что он заметил что прямо сейчас на биткойне возник очень сильный индикатор вот этот вот его любимый индикатор extreme acceleration называется экстремальное усиление короче смотрите этот индикатор последний раз тут важно смотреть только на красный и на фиолетовый цвет как он сам говорит последний раз этот индикатор сигналил вот здесь на вершине предыдущего бычьего рынка он давал красный сигнал но правда здесь он тоже давал красный сигнал после этого мы не большую коррекцию продолжение но он говорит что фиолетовый сигнал это вообще прям капец сильный сигнал и дальше приводит примеры где ну то есть для него это очень сильный сигнал что возможно это вообще уже вершина или близко дальше он показывает разные примеры из истории вот nasdaq в 2000 году перед пиком пузыря dot com of тоже давал красный сигнал здесь и эфир к доллару вот давал здесь красный сигнал и фиолетовый сигнал после этого смотрите какой дамп был в общем это просто еще один индикатор корзина наших индикаторов с которым нужно считаться вот здесь тоже на золоте посмотрите 2011 году был красный сигнал и золото пошло вниз короче говоря сейчас он дает такой же сигнал по биткоину он говорит о том что в таком случае когда этот сигнал появляется то грубо говоря риски уже достаточно сильные о том что потенциально тренд развернется но при этом награда потенциально уже не такая большая то есть этот индикатор буквально сигнализирует о приближающемся развороте тренда и вот индекс страха и жадности тоже на малейшего показывает но вот мы можем сами взглянуть до сих пор у нас экстремальная жадность и конечно же в бычьем рынке она может долго очень здесь быть как и ары сай может быть очень перекупленным долго но давайте тоже смотреть потому что сейчас большинство то на самом деле уже уверена в лонге толпа как бы уверена что мы будем расти без откат на уже гряд какие там 20 тысяч понятно что институционалы заходят все дела но опять же нужно смотреть что по всем рынкам будет сейчас видите и фанда падает все падает вон все рынки красные золото только чуть-чуть отскакивает и нефть а ну вот ксем нем кстати вырос сегодня кто всех холлеров нем всем поздравляю вот показывает что он вырос на 20 процентов ripple сегодня кстати тоже прошла новость что они зарегистрировали компанию в штате вайоминг я думаю что они всех очень красиво нагнули с этим хайпом насчет этого суда сек как бы они по 80 центов продали всем зашортили задампили своих инвесторов по 20 центов выкупили и у них теперь есть деньги чтобы рассчитаться сек и вот собственно что они сделают я думаю и за ту зиму нет скорее всего ripple так что не знаю по все что я вам говорил все остается альтык битку лонг дашь bitcoin лонг точно эфир классик биткэш еще лучшие цены лонг то есть я своих позиций не меняю битку держу на споте держу кросс держу на фьючах вот расставил ведра подашу от 250 до 190 еще ни в одно не налили вот здесь я после свечки этой поставил не успел так раньше сделать сижу жду если сейчас будет как я рисовал вам сценарий что типа это ложный сейчас скорее всего это дэдкэт баунс отскок дохлой кошки здесь все лонганут и дальше пойдем еще низы выбивать в таком случае мне нальют немножко в эти ведра я может быть их еще докину но обязательно следите за вашими ликвидациями за рисками потому что очень много кто не рассчитывает плечи заходят на хаях их просто смывает поэтому еще раз переживает только тот у кого здесь ликвидации кого может смыть а нормальные люди расставляют ведра и спокойно себе продолжают заниматься любимым делом так что не знаю ребята пишите в комментариях что думаете вы такой вот у нас дамп сегодня ну и в принципе дамп всего на 20 процентов то есть он может еще легко продолжится поэтому будьте к этому готовы что если у нас будет коррекция скажем на 40 процентов будьте готовы к тому что у вас не ликвиднуло там а чтобы наоборот еще больше докупились потому что давайте себе представим такой вариант что это только начало все-таки посмотрите какая свеча объемов и что мы сейчас пойдем вот так вот делать вы к этому готовы если вы к этому готовы то у вас должны стоять лимитки по 40 тысяч по 30 чем-то тысяч даже под на всякий случай и ликвидации у вас если вы торгуете с плечом должны быть сильно ниже 30 тысяч на 20 с чем-то то есть это небольшое плечо и небольшой риск таком случае вы довольно таки безопасно можете это дело отторговать и вам тут нальют еще ваши ведра шортить сейчас прыгивать ну принципе кто любит шортить кто хочет на этом заработать наверное со стопом куда-то сюда довольно таки безопасно но стоп то сколько у вас будет несколько тысяч долларов но смотрите сами возможно что даже шорт сейчас если отскок хороший нарисуют и отвержение может быть даже шорт я просто шортить не люблю поэтому я наверно шортить не буду я говорю у меня все то же самое как как я вам и говорил альтык битку лонг доминация вот доминация сильно не отскакивает я думаю что даже на падающем рынке к доллару сейчас скорее всего альтык продолжит туза монить потому что у них очень хорошая формация и дадут нам заработать больше битка с вами пока биток будет во флете или падать рэйвен коин он все еще 400 сатоши короче говоря не знаю ребята делайте свои выводы сами напишите в комментариях что вы думаете шортизи волангуете ли на заборе ну и ведра кто торгует дашем не забудьте что у нас новая партнерская ссылка на бинанс в описании по ней дополнительные ништяки плюшки кэшбэки аирдропы всякое такое торговые конкурсы так что можете зарегать второй аккаунт без верификации просто чтобы он у вас был на всякий пожарный на случай этих аирдропов а еще на вот еще на дудекс прикольные свечки смотрите сегодня в паре bitcoin usd и bitcoin usdt вот такие вот свечки на дудекс не знаю кто это хочет половить наверное можно их ловить ссылка на дудекс тоже в описании там также нулевые комиссии на торговлю chainlink очень крутое предложение ну и не забудьте про фемикс что у них очень большие депозитные бонусы заканчиваются буквально завтра вся инфа в описании вы можете все еще в этом поучаствовать ну и конечно же buy bit не забудьте про buy bit потому что тут можно очень круто торговать эфиром вот я сегодня не этого не делал но думаю сейчас поставлю ведра по эфиру куда-нибудь ниже вот этого фитиля ниже 1500 может в них нальют ну и ripple кстати здесь тоже торгуется во всю ripple сегодня полетел очень хорошо на этих новостях посмотрим где он будет завтра так что еще раз говорю торгуйте с холодной головой аккуратно кто нуб вообще новичок не понимает о чем речь мы делали видео на днях на канале как купить биткоин как завести кошелек аккаунт на бинанси все такое посмотрите его обязательно сейчас появится у вас вы многое для себя проясните ну а с вами был гринни джо он же фла ла ла это канал крипто комманс будьте аккуратны торгуйте с холодной головой ставьте лайки стопы и тейки всем профита и и Субтитры сделал DimaTorzok